Вот хочу снять видео, еще одно подтверждение слов о падении моря. Вот тут была кафешка, вот тут мы сидели и буквально сразу начинались ступеньки и начиналось море. Вот коричневая. Это умершие водоросли, да, вот они росли тут зеленые и вот их видно. Вот они, волокна. И таких ступенек тут, ну вот это вот спорно, вот это точно, вот они. Они без воды не растут, летом эта ступенька была скрыта. Тут 15 сантиметров. Даже если не считать вот эту, вот хорошо, начинаем вот этот уровень. 15, еще раз 15, 30, еще раз 15, 45, еще раз 15, 50. И этим все не заканчивается. Вода опустилась еще ниже и вон. Вот сейчас это уже какой уровень. То есть вон, вон то все белое, это было под водой. Вон те все вон камни черные, скрыты. На них тоже росли водоросли. То есть уже с каждой недели вода утекает все дальше. И я не знаю куда. Это происходит повсеместно. Предполагаю, что где-то стал большой разлом и туда пошла утекать вода. Это очень хреновый знак. Это говорит о том, что плиты расходятся. И сейсмоактивность будет только нарастать. То есть то, что говорил ОМОН, что будут континенты выглядеть иначе за несколько лет, буквально за десяток лет. Это факт. Вот эти самоубийцы, которые с помощью Церна и других вещей громко хлопнули дверью. Ну вот этого всего не было. Вот. Они просто-напросто делают все, чтобы разрушить нашу маленькую, милую, красивую планетку. Вот тут вода была. Вот этот уровень. Соответственно, минимум один метр. Минимум. И я просто не уверен, что этот процесс закончился. И мне кажется, об этом, как и про уколах, нужно говорить больше и больше. Что сделали с нами. Вот смотрим. Даже если вот этот уровень оставить в покое. Раз, два, три, четыре на пятнадцать. И еще чуть не полметра. То есть более метра это уже факт. Медицинский факт. Поднятие уровня суши. Я не могу сказать, что это опускание уровня моря. Море, оно константа. Значит, что-то происходит с нашими континентами. Значит, что-то будет происходить дальше. Значит, землетрясение. Это будет наша норма на ближайшие десять лет. Именно поэтому, соратники, я говорю, что все только начинается. Поэтому добра и всего всем самого лучшего. И выжить в шторме. Это единственное, что я могу порекомендовать и пожелать. Главное выжить. Ближайшие два года будут очень-очень интересными.